Всем привет! Сегодня я зашел в гугл-переводчик, чтобы перевести кое-какой текст на украинский язык с русского. Но потом задумался, что будет, если я русский текст вставлю, но будет какой-то другой язык. Например, русский текст я буду переводить с бенгальского на какой-то другой язык. Например, я оставил тот же украинский, потому что ничего не поменялось как бы. Но я оставил, например, бенгальский, и там еще и арабский вставлял. Я вам сейчас все покажу. Гугл-переводчик, он читает, как бы синтезатор речи бенгальский читает по-русски. Конечно, с акцентом, но по-русски. Послушайте. Читает с акцентом того языка бенгальский, но все же, смотрите, теперь я что делаю. Теперь я ввожу арабский и вставляю русский, то есть тот же текст оставляю. Нажимаю. То есть, когда я арабский сентезатор речи включаю, все равно оно с акцентом, но уже более, более, более вот приближено к русской речи. Сибожество, то есть сибожество между свойствами, но это ничего. Теперь я хотел бы включить какой-нибудь еще сейчас язык, болгарский, например. Нету. Сейчас я найду какой-то язык. Вот, кхмерский. Кстати, странно очень, болгарский, который, как бы, такой более известный, нету синтезатора речи. А для какого-то кхмерского и других малоизвестных для меня языков, например, для меня, то они, как бы, есть синтезатор речи. Странно. Ну, давайте на кхмерском. Кстати, сейчас я услышал, что она что? Электроны, то есть по этим, по, да. Читала по слогам. Вот, читала по слогам. Слова. Латышский. Есть. На некоторых языках вообще непонятно что и более компьютеризированный голос. Вот это вот прикольно. Так, давайте включим Шона. Ну, наверное, нету там, да? Нету. Синтезатор речи для таких языков нету. Яванский. Есть. Я. Яванский. Только что включил, проверить, как бы, чтобы записывать этот язык или нет. Записывать. Кстати, этот язык тоже очень приближен к русскому. Когда она читает на этом языке. Я придумал тут кое-что. Поль. В виду польский. Польский похож на русский и на украинский языки. Некоторые слова даже можно понять, как бы, тому, кто не учил язык польский. Но это классно прочитано было только что. Конечно же, с акцентом. Вот греческий. Греческий. Этот язык тоже... Слушайте вообще. Я заметил, что когда ты не на русском, она, например, греческий, но читает русский текст. То очень быстро. Также интересно идиш. Ой, надо просто вот так вот нажать так. Идиша нету. Идиша нету. Белорусского, кстати, тоже нету языка. Я это точно знаю. Боснийский. Он, короче, говорит слово четвери, четвери, слово. Это так смешно. Но для металлов он там сказал, а дальше, короче, ничего не понятно было. Поэтому я выключил. Нидерландский. Только что я слышал не решетка, а решетка. А решетка какая-то, а решетка. Прикольно. Иврит. Нету иврита. Иврита почему-то нету. Немецкий. Кстати, немецкий точно есть. Решетка, прочитала мистер решетка. Дальше я выберу ирландский. Но его нету. Литовский. Литовского тоже нету. Кстати, украинского тоже не было раньше этого. Канада. Кто же на русском читает? Но с акцентом. Раньше, кстати, не было украинского тоже синтезатора речи. Только текст можно было переводить. А слушать нет. Теперь уже есть. Например, украинский. Так, что такое шотландский. Гельский. Нету. Словакский. Словакский. Прикольно. Прикольно. Очень. Я не знал, что так можно, что оно читает как бы с акцентом, но все же читает. Сесотто. Я не знаю, где это вообще используется, этот язык. Наверное, он где-то в узких кругах известен, потому что я не знаю, например. Японский. Давайте японский включу. Японский просто не работает. То есть, если я ввожу какой-то другой текст, кроме японского, он не работает. Так. Чева. Нету. В общем, я вам показал несколько языков. Давайте еще проверим, какие тут есть. Хмонг. Я не знаю. Это, наверное, какие-то племена где-то в Африке. Потому что я не знаю. Сесотто. Что вообще на этом языке написано? На этом языке Сесотто. Нету. Хауса нету. Доктора Хауса как будто бы. Валинский, короче. Во Валинский. Тоже не работает. То есть, как бы он говорит что-то, но беззвучно. Датский. Датский, вот. Тоже по-русски. А так, всем спасибо и до скорой встречи. Не забывайте ставить лайк и подписываться.